Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моём канале! Сегодня я с вами поделюсь рецептом быстрого слоёного теста. И из этого теста мы испечём армянскую гату. Друзья мои, на моём канале есть ещё один рецепт слоёного теста быстрого приготовления. И есть один рецепт Наполеона из слоёного теста быстрого приготовления. Ссылку на эти рецепты я оставлю в описании под этим видео. Приступаем к приготовлению. И для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, яйца, сливочное масло, ледяная вода, водка, ванилин, соль и уксус. У меня 6% яблочный уксус. Яйца, сливочное масло и вода должны быть очень холодные. Я их только что достала из холодильника. Сначала подготовим жидкие ингредиенты. К яйцам добавлю 1 столовую ложку водки, 2 столовые ложки уксуса и 220 миллилитров воды. Это всё хорошенько перемешаем. Жидкая часть теста готова. Поставлю в сторону. Теперь в заранее просеянную муку добавлю ванилин. Если вы собираетесь из этого слоеного теста приготовить выпечку не сладкой начинкой, то ванилин в тесто не добавляйте. Я знаю, что из моего теста я сделаю только выпечку со сладкой начинкой. Поэтому я добавила немножко ванилина. Сюда добавлю пол чайной ложки соли. И теперь на крупной стороне тёрки натру сливочное масло. Периодически кусочек масла нужно обвалять в муке. Теперь сделаем масляную крошку. Нужно работать быстро, чтобы масло не успело растаять. У меня получилась вот такая крошка. Крупных кусочков сливочного масла не должно быть. Теперь в масляную крошку залю жидкую часть теста. Замешиваем тесто. Я взяла вот такой скребок. Можно и руками, но нежелательно, чтобы масло не успело растаять. Чем больше тесто соприкасается с руками, тем быстрее растает. Только это тесто замешивайте не надо. Просто мы соберём все ингредиенты в комок. Под рукой нужно обязательно иметь ледяную воду. Чтоб, если вдруг тесто не соберётся в комок, добавить воды. Одна или две столовые ложки. Дополнительную воду добавляйте постепенно. Сначала одну ложку, потом вторую. На поверхность подсыплю немножко муки и выложу тесто на стол. Теперь соберём тесто в комок. Я тесто собрала в комок. В тесто я дополнительную жидкость не добавила. То, что у меня было, 220 миллилитров воды и яйца. Это всё. Лишнее я ничего не добавляла. Теперь это тесто я поделю на две равные части. Если не смотреть на тесто, оно рыхлое. Видите, оно не однородное. Как будто рассыпется. Так и должно быть. Если вы хотите из этого теста сделать напалён, такой быстрый напалён, на этом этапе можно это тесто поделить на кусочки. Определённого количества. Смотря из скольки слоёв хотите вы сделать напалён. Можно порезать на кусочки, скатать колобки и поставить в холодильник. Через 2-3 часа можно уже раскатать коржи и испечь. Но я вот такие кусочки поставлю в холодильник и дальше буду с ними работать. В таком виде тесто поставлю в холодильник на 3-4 часа. После уже можно из него печь любую выпечку. Но у этого теста есть одна особенность. Чем дольше оно лежит в холодильнике, так скажем, чем дольше отдыхает это тесто в холодильнике, тем лучше получается выпечка. Теперь готовим хориз для готы. Для хориза нам понадобится сливочное масло, мука, ванилин, грецкие орехи и сахар. Теперь из масла и муки сделаем крошку. Сюда сразу добавлю ванилин. Сделаем масляно-мучную крошку. Получается вот такая влажная крошка. Теперь сюда добавлю орехи и сахар. Количество сахара берите на ваш вкус. Вот такая очень вкусная и очень ароматная крошка получается. Моё тесто лежало в холодильнике около 10 часов. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 1,885 грамм теста. Теперь один кусочек теста поставлю в холодильник, а из другого теста сделаю армянскую гату. Порежу и посмотрим, как выглядит тесто на срезе. По текстуре получилось шикарное тесто. Этот маленький кусочек заверну в пищевую пленку и опять поставлю обратно в холодильник. А с другой половинкой будем работать. Стол слегка подсыплю мукой. И раскатаю тесто в тоненький прямоугольный пласт. Тесто в холодильнике очень хорошо охладилось. Теперь на пласт распределю хорис. Не сильно много, чтобы не утяжелить тесто. Тут от краёв немножко отступаем и сворачиваем в рулет. С тестом нужно работать быстро, чтобы оно не успело растаять. Так как это слоёное тесто, если ещё и в помещении тепло, оно быстро растает. Сверху слегка пройдусь скалкой. И буду резать вот таким фигурным ножом. Кладу гату на противень. Вот так выглядит гата на срезе. Духовка должна быть хорошо разогрета до 220 градусов. Нужно класть на расстоянии друг от друга. Гату сверху смажем яйцом. Отправляем готов в заранее разогретую духовку. Температура духовки 220 градусов. Нам понадобится приблизительно 15-20 минут. Я ставлю гату в духовке до румяного цвета. Такая замечательная гата получилась. Все очень красиво и получились. Сворачиваем рулет. Это сделаю в треугольнике. Поставлю в духовку. Вторая партия тоже готова. Замечательное тесто получилось. И замечательная гата. Это тесто можно хранить в холодильнике до трех дней. И в морозильнике можно его хранить до трех месяцев. Обязательно попробуйте приготовить это тесто. Оно очень хорошее. Из него можно испечь любую выпечку. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик. Чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня все. Как всегда, желаю вам удачного дня. Отличного настроения. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok